Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео у нас интервью по скайпу с Владимиром Николаевичем Тюняевым. Много видео у меня уже на канале было у нас совместных о электромагнитной безопасности, о проблемах ВЧС-ВЧ-излучения. Всё это жизненно важная тема, жаль не все это понимают. Вот маленькое вступление моё, потом передам слово ему. Ну, значит, видео будет у нас называться сегодня, ну, под рабочим названием таким «Тихая незаметная война», война с детьми, война, скажем, демографическая, война с населением. Кто развязал эту войну там и так далее, это уже думайте сами. А главный тут посыл такой, абсолютно научные данные, не наше мнение. Плевать на моё мнение, на мнение Владимира Николаевича, на ваше мнение, честному человеку на мнение должно быть абсолютно наплевать. Не наплевать надо только на знания. Вот сегодня будет речь только о знаниях исключительно. Оказывается, есть статистика. Она идёт ранее, чем даже с 90-х годов. Но Владимир Николаевич покажет сейчас книги, пособия. Вы можете это всё перепроверить. Суть вот в чём. Что с 90-х годов, когда начали вводить один за другим разные электромагнитные источники излучения в нашу жизнь, в быт вводить всё в больше и большем количестве, особенно с конца 90-х годов, когда появилась сотовая связь, когда стали ставить каждый год в разы всё больше и больше вышек ретрансляторов сотовой связи. Появились потом Wi-Fi. Дети стали за компьютерами сидеть часы в день, даже маленькие. И родители, дебилы, по-другому я говорю не обо всех родителях, а таких родителей, по-другому их назвать нельзя, когда, чтобы ребёнок маленький заткнулся, не орал, не мешал им жить, дают в руки ему проклятый смартфон, либо сразу наперёд скажу, у меня нет смартфона, у меня есть кнопочные телефоны старого образца, сотовые лично у меня. А это так, наперёд. Так вот, дают смартфон, либо планшет смотреть паскудные всякие импортные, как правило, мультики и прочую гадость, которая, кстати, отдельная тема, чему учат эти мультфильмы, но для этого есть хороший канал в Ютубе «Научи хорошему». Эти ребята разбирают как раз, что же вы даёте, ну, такие люди, смотреть вашим детям или внукам. Ну, а сейчас речь о другом, о том, что статистика, жизнь, истина, наука говорит о том, что с 90-х годов увеличилось количество смертности, ранние болезни, всё более ранние, и наука утверждает то, честное, без, скажем так, утверждает то, что виной тому, конечно, много причин, но одна из них, одна из главных причин, это как раз облучение ВЧ с ВЧ источниками излучения, которых сейчас всё больше и больше, мощности всё растут и растут, когда-то было 3G, 4G, сейчас уже 5G ставят, и время нахождения как раз за этими гаджетами, и в упор, то есть к нам, к биологическому организму, когда телефоны в руках, когда телефоны у мозга, когда постоянно идёт вот это излучение. Значит так, и вот ещё, что я вам скажу, в конце этого видео, в конце, ближе к концу, будет подробнее, я сейчас кратко скажу, вот для тех умников, типа физиков и так далее, вот некоторые опять сейчас начнут вот эту херню пороть, извините за грубость, насчёт теплового нагрева, что его там нет, там сотовые мы же, да, что это не микроволновки и так далее. Значит, вот убогое представление физиков и многих тех, кто радио там инженерными делами занимается, это убогое представление. Есть ещё резонансное воздействие, есть модуляции, есть совершенно другие уровни воздействия, те, которые есть объективные физически, но просто не изучались этими умниками, а потому они считают, что это всё глупость всего лишь на том основании, что они это не понимают, а значит для них этого воздействия якобы не существует. Оно есть. И в конце видео вы услышите о подробнее доказательстве, но опять-таки ещё раз, давайте по-другому даже пойдём, ещё раз последнее скажу и перейдём уже далее, да, к сути, что ни один умник, ни один не смог доказать, опровергнуть то, что мы уже долгие годы говорим, и не только мы, как вы поняли уже 50 лет почти, это известно науке. Другой вопрос, как с ГМО-продукцией, что науку сейчас насилуют, и тех честных учёных-единиц, которые пытаются правду сказать, просто убирают, по крайней мере, из профессии полностью. Они уже не могут работать в лабораториях, в исследовательских и так далее, и это вполне известно. Уже для широкого достаточно круга, слава богу, есть интернет, и вы могли это наблюдать, и по нашим, и по зарубежным учёным в этой связи. Поэтому всё, надеюсь, будет дальше проще. И, да, единственное, скажу последнее, передам слово, что под этим видео, сразу скажу, будет несколько ссылок. Много, я знаю, вы не любите, хотя бы две. На два последних видео по дате выхода на моём канале, вот о теме 4.5G, Wi-Fi и рак. Вот такая прямая связь. Так вот, вы посмотрите эти видео, ну а если захотите разобраться подробнее, то есть доказательства, как вы любите, отечественные исследования, американские любимые исследования, пожалуйста, есть и такие. Под теми двумя видео будут ссылки, их очень много. И под этим видео будет колоссальное количество ссылок, смотрите, изучайте. Ну и последнее. Если вы есть такие ретивые защитники, любители, вот Wi-Fi, сотовых телефонов, чтобы там из унитаза Wi-Fi было, так вот, прямо, знаете, прямо со злобой нападают на тех, кто против, я таким скажу, что если вы просто не пустомели горлопан, а хотите что-то, так сказать, попытаться доказать научно, аргументированно, приведя свидетелей с собой, пожалуйста, в который раз говорим, пишите на почту, значит, устраиваем встречу, в случае, если вы докажете безопасность Wi-Fi, сотовой связи, вышка ретрансляторов и тому подобное, вообще воздействие ВЧС, ВЧ-излучений, если вы докажете, что это безопасно для организма, мы выплатим вам 5 миллионов рублей, вот, и сделаем видео об этом, то есть в прямом эфире запишем, прямо эту встречу, ну, чтобы вырезать чего-то не могли, и вот тогда вы сможете себя считать не только победителем, но и честным человеком. Если вы будете сейчас нахально болтать о чем-то, так сказать, обвиняя нас и так далее, что мы противники прогресса вашего любимого и так далее, то тогда, значит, вы просто негодяй. Ну, Владимир Николаевич, добрый день, вам слово. Добрый день, Юрий Андреевич, добрый день, уважаемые друзья. К слову сказать, тот человек, который нас вот с вами так обсудил, и когда мы с вами сделали по этому поводу разбор, был ответ с предложением провести исследование и так далее, и так далее, я ему написал, очень рады, готовы, отправил, он попросил документы, ну, по методике, я ему все отправил, вот уже полгода проходит, молчит, потому что люди не понимают всей вот той глубины изучения, исследований, которые мы проводили, и сколько они стоят на самом деле. Это просто, извините, это научные все исследования стоят миллионы, десятки миллионов рублей, и мы бы рады были, чтобы кто-то провел их и доказал, но все исследования, и американские, и европейские, и наши исследования, да и наши санитарные нормы, которые действовали в Советском Союзе, да и в России, все говорит, и последние методические рекомендации главного санитарного врача Онищенко, что приводит к онкологии конкретно связь, от этого страдают дети. Если этого мало, то вы можете посмотреть монографию Зубарева, который опубликовал в 2019 году данные о замерзшей беременности, и по данным всех роддомов, непосредственно от электромагнитного облучения не родились здоровые дети, там, извините, десятки тысяч нерожденных детей. Мы это опубликовали, все это есть в белой книге, которую вы можете по ссылке посмотреть. Все данные научные, все. И пока никаких комментариев от не Роспотребнадзора, да и люди почему-то все равно, как будто бы страусы спрятали свои головы, опять пишут в Роспотребнадзор, снимите рамку, снимите вышку. Я говорю, да хорошо, пишите, но вы лучше установите одну антенну, сброситесь там по копейкам. Это будет быстрее, логичнее, но просто непонимание. Значит, дорогие товарищи, вот смотрите, что важно вам пояснить сейчас, потому что не все поймут, о чем речь. Во-первых, нам действительно под многие ролики, год, два, три назад вышедшие, писали некоторые, давай, сейчас я докажу, там, и так далее. Дальше болтовни, пустых слов вообще не доходило, когда мы говорили, вот вам почта, там, давайте, пишите, встречаемся, и так далее. Предварительно все обсудим, какие материалы нужны, там, и прочее. А, значит, ну, один человек, действительно, о котором Владимир Николаевич сейчас сказал, да, там, написал, что я прямо хочу, я переслал это письмо Владимира Николаевича, он с ним переписывался. Вот, тоже, все, пропал человек. Поэтому это так, говоря о, так сказать, вот таких желаниях, там, позывах, порывах. Теперь второй момент, всего три очень важных. Второй момент. Значит, действительно, документов, именно подтверждающих то, о чем мы говорим, предостаточно. Владимир Николаевич, сейчас назовите мне книгу 70, какого года там, вот, основа основ, так сказать, вот. 74-го года, это Минин, я ее показывал, показываю, вот, Алексеевич Минин, показываю. Она есть, пожалуй, СВЧ, безопасность человека. Вот в 70-м году напомнить хочу, что доза облучения для населения была 1 микроватт на сантиметр квадратный. А сейчас какая? 1. А сейчас 100. И время использования уже до 4-х часов, когда было еще в 96-м году, для детей особенно, только 15 минут в неделю. Вы представляете себе, насколько забили вообще на все научные данные сегодняшние товарищи, которые принимают данные нормы. И мы их же наблюдаем, вот, вот она статистика, вот они, демографические сборники. Да, Владимир Николаевич, сейчас мы об этом поговорим, как раз о сборниках вы расскажете, я лишь хочу досказать вот эти два пункта оставшихся, очень важных людям пояснить. Так вот, товарищи дорогие, значит, вот книга 74-го года, прошло 48 лет, 48 лет. Я имею в виду, 48 лет прошло с того момента, когда все абсолютно научно было уже доказано. Хорохориться, выпендриваться и доказывать того, чего не существует, не надо, это я любителям Wi-Fi говорю. Значит, вы же все здравомыслящие люди, сейчас же, сейчас же, вот, ну, досмотрите, если вы, конечно, по Wi-Fi смотрите, это плохо. Убирайте свой проклятый Wi-Fi. Как я сейчас общаюсь с Владимиром Николаевичем, а он со мной. Проводная связь через компьютер. Проводная, вы забыли, что такая есть? Проводная, а то некоторые, знаете, меня прям поражают, пишут. А как же вы все это смотрите, делаете? Я вот смотрю, вижу, смотрю видео и перекидываю на файл обменники и программисту, который монтирует и публикуем в YouTube и другие соцсети, загружаем исключительно по проводной связи через компьютер, провода и дальше дело пошло. В своем одном из видео я говорил, как я у себя в глухой, так сказать, ну, я не в городе живу, как я эту прекрасную связь имею, проводную, от антенны своей, которая точка-точка, которая в 200 метрах находится от дома, где я вот сейчас всю эту запись делаю. И еще момент. Вы спросите, самое главное, не в конце, а то до конца досмотрят 5% людей, кто начал смотреть, к сожалению. Я скажу сразу, вот нам претензию, а что же делать? Вот вы скажите, что делать? Мы много лет говорили, что делать хорошо, что есть устройство, называется нейтроники, их две модели. Заходите на наш сайт, ссылка будет прямо в описании под этим видео. Две модели, внешне они похожи на голограммы, на голограммы, но представляют из себя трехслойные микроантенны. Они клеются на определенные там места, там схемка есть, телефонов, смартфонов, планшетов, мониторов, кинескопов, телевизоров и так далее. То есть, вы почитаете на сайте, зайдите, под каждой моделью написано, на какие приборы, устройства, излучатели клеится та и другая модель нейтроника. Вот я добрый совет человеческий дам. Купите необходимое количество. Посчитайте, сколько у вас дома, в квартире, у членов семьи, с кем вы живете. Есть этих источников. Телефонов, смартфонов, планшетов, мониторов. Телефонов, наклейте, купив необходимое количество, и вы до 600 раз снизите резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источника ВЧС-ВЧ-излучения на ваш организм. Это уже почти защита. Почти. Огромный, ну, в 600 раз снижение. Конечно, это не защитит вас от соседских Wi-Fi, которые вы не заставите соседей выключить проклятые роутеры Wi-Fi, да? А их точек до 20, 30, 40, может быть. От вышка ретрансляторов сотовой связи. Но есть вариант другой. Еще один, вернее. Есть такие, да. Есть такие антенны. Вот Владимир Николаевич сейчас ее показывает. Это антенны уже не микро. Что это такое? Казалось бы, это вот куски из медной проволоки, такие, сваренные в определенном... Вот именно что в определенной последовательности. Градус одной от другой. Их здесь около 100. Вот этих точек, отрезков разного размера. А вы понимаете, что вот как стоят РЛС, вышки советские, вот были огромные там... Вы думаете, там каждый профилек и направленность, и длина, и расстояние между ними, это просто от балды кто-то дядя Коля приварил сварщик? Некоторые... Это я к тому сейчас возмущаюсь, что некоторые идиоты пишут, что типа это что стоит? Это 3 копейки. А вы рассчитаете и сделаете это все так. Рассчитаете сварку десятой доли градуса одной точки, одной вот этой проволочки отрезка от другой. Вот в чем суть. Это для тех, кто ну еще как-то способен соображать. Я говорю вот так вот, возмущаясь очевидному. А теперь вот последнее, что в этой связи я хотел сказать. Значит, вот эти антенны, что они делают, чтобы уже закончить на эту тему в начале, а не в конце, когда никто не досмотрит. И будут претензии, а что вы предлагаете тогда? Предлагаете? Вот мы предлагаем. Причем, кто-то еще предъявляет претензию. Это вы продаете, значит все ясно. Что вам ясно? Для таких людей у меня было видео. Все понятно, реклама. Вот, кстати, я эту ссылку на видео. Все понятно, мол, реклама поставлю под этим видео. Когда я таким людям популярно и грубо объясняю, как я это умею делать, но четко, внятно, кто они являются такие люди. То есть, если есть решение проблемы, нам что, не надо его говорить? Или то, что мы называем, говорим, решение проблемы доказывает то, что мы врем, чем? Логика есть разум вообще? Вообще должен кто-то продавать. Вот я, например, говорю, зубная паста вот эта плохая, есть хорошая. И объясняю, и доказываю, почему это хорошее. То есть, если я ее продаю лично, то значит уже это неправда. Или должен продавать кто-то другой, вообще не должен тот, кто правду говорит. И иметь возможность делать и продавать то, что причинит пользу, а не вред человеку. А подумайте, идиоты, это я к идиотам обращаюсь. Здравомыслящие люди это понимают. Теперь завершаю эту тему. Так вот, эти антенны, которые показал сейчас Владимир Николаевич, вот эти вот, примерно 15 на 15 сантиметров, ставятся в любой точке, квартире, доме, неважно где. И в радиусе 16 метров, то есть во всей стороны по окружности от условной точки, подвешенной в пространстве, 16 метров в радиусе, убираются, нивелируются вот эти негативные воздействия, резонансные, от ВЧС-ВЧ излучения источников на ДНК, на клетку, на организм человека. И они защищают уже от более мощных источников, то есть вышек ретрансляторов сотовой связи, от соседских Wi-Fi, которых по 20-40-50 точек может быть, и даже от электромагнитных полей. Так что, конечно, если у вас есть желание, возможность, мера и глубина понимания, приобретайте и нейтроники, это одно другое не исключает. Вы же не будете эту антенну с собой возить в автобусе, в троллейбусе, в машине, там еще куда-то, в Сочи в отдых поехали или куда еще. Поэтому нейтроники, вот эти голограммы, это само собой на все сотовые, мониторы, там и так далее. А антенна, ну, по возможности, по желаниям, смотрите. Итак, приобрести эти антенны, эти нейтроники можно по ссылке. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, нажимаете в YouTube, если вы находитесь, слово «Еще». Открываются ссылки. И там, среди первых, будут как раз купить вот эти самые нейтроники, купить эту самую антенну. Вы просто нажимаете мышкой, переходите на страничку сайта, нажимаете нужное количество, какое вы хотите, и приобретаете. Теперь уже спокойно для тех, кому действительно это надо. То есть, все вы сказали, я пыл души и пламя такой, так сказать, погасил, потому что невозможно слушать постоянный идиотизм человеческий, что меня больше всего возмущает, человеческая глупость, тупость, ну и прочие такие негативные факторы человеческой жизни и сути. Вот. А теперь давайте перейдем к доказательствам и вообще констатации фактов. Что же творится, что происходило последние годы и что происходит сейчас, прогнозы на будущее. И, собственно говоря, о чем говорит статистика. Да, уважаемые друзья, вот благодарю, Юрий Андреевич, очень правильно все объяснили. Тем, кто обвиняет нас в каких-то неимоверных грехах, что мы это продаем, должны даром раздать. Это мне тоже тут претензии предъявляют. Я говорю, уважаемые друзья, вы себе не представляете, за 25 лет, сколько мы потратили энергии, ресурсов для того, чтобы провести исследования, испытания, сделать. И вы думаете, что это просто сделать? Полтора года мастера, мастера пытались вот эту точность соблюсти. И многие, которые брались, просто не могут этого сделать. Потому что тут оснастки много. И вообще даже это не обсуждается. Вы попробуйте хотя бы что-то спаять точное, чтобы это работало еще. Поэтому вот теперь возвращаемся, что же происходило у нас за последние 30 лет. Начиная с того, что в 89 году, кстати говоря, сразу же к демографии. Вот у меня сборник демографический 10-го года, а есть уже 19-го. Правда, после 10-го стали прятать эту статистику. Тут цифр очень много. И вот мы, если открываем, например, 1908, это по тем данным, которые фиксировались во время переписей. И вот эти все статистические данные, они только официально по переписям. Так вот, 89-й год. Детей-подростков с нуля до 15 лет 35 миллионов 995 тысяч. И, ну, там еще небольшое количество. Запомните, около 36 миллионов 89-й год. Теперь мы берем данные за 2010-й год. И у нас остается в 2010 году 22 миллиона 854. Представляете себе? Это вот за то бурное начало цифровизации, которое, собственно говоря, оно и начиналось в 90-х. Но тогда еще советские нормы были. Тогда еще люди понимали вот нашего поколения, да и старшего, что это такое, СВЧ, УВЧ и прочие частоты. И вот мы показываем, что теоретически и в санитарных нормах это ограничивалось строго. И вот за эти 20 лет убыль составило, извините, более 13 миллионов только детей. Вы представляете себе, где вот эта тихая война-то идет? Если мы сегодня говорим, жаль наших людей, бойцов, ребят, но 13 миллионов в Мариуполе, извините, 500-600 тысяч жителей, и сколько таких городов стерто с лица земли населенных только одними детьми за это время. Вот, представляете себе. А это непосредственно, естественно, что это связано и многие факторы, и биологические, и химические. Но физические факторы, вот в том же экспертном, в рабочей группе экспертного совета по социальному развитию при Комитете по социальной политике в 2017 году проходили слушания, три слушания в результате, с присутствием всех экспертов. Доклад по ссылке вы можете посмотреть, Юрий Андреевич, по-моему, мы его неоднократно уже публиковали. И эти же данные отражены в белой книге, которая также по ссылке есть. 20 экспертов, ведущих институтов нашей страны, обозначили все проблемы, как то раннее старение организма, рост заболеваемости, рост смертности, непосредственно от электромагнитного влияния, СВЧ-диапазона, мы говорим о смартфонах, телефонах, роутерах, базовых станциях, и неконтролируемый их рост. Вы вот в этих диаграммах по ссылке можете посмотреть, это личное оценочное мнение, меня как эксперта, члена рабочей группы, экспертного совета, по детям и школьникам. Иных факторов, столь резко возросших, влияющих на окружающую среду и на здоровье человека, нет, просто нет их в обозримом нашем пространстве. Очень важный момент. Вот прям сейчас стоит про это, чисто психологически я это понимаю, надо сказать зрителям. Вот, товарищи зрители, скажите мне, пожалуйста, почему, вот задайте себе вопрос, почему, советских, как вы понимаете, что такое советские ГОСТы, советские исследования, те самые, такая советская наука. И вот, тогда были поставлены нормативы, сколько детям можно смотреть телевизор, сколько можно там находиться под воздействием, уже вышли персональные компьютеры, тогда были, да, школьные классы, еще в советские времена это все было, изучалось. И почему, вот теперь главный вопрос, почему в 100, в 200 раз, в 300 раз изменили нормативу в сторону увеличения, в сторону увеличения воздействия электромагнитных излучений, якобы это можно стало. То есть, у нас что, за 10 лет организмы полностью изменились, мы стали какими-нибудь марсианскими организмами, может быть, на основе кремния жизнь у нас на планете стала, а не на основе белковых тел там и так далее. Что произошло-то? А произошло, ну как, ну я даже не буду отвечать, наверное, любой вменяемый человек поймет, что произошло. Просто поймет, что произошло. Почему с алкоголем такая же ситуация? Почему не запрещают на государственном уровне явный отравляющий боевой яд, то есть, этиловый спирт, это протоплазматический яд, это универсальный жирростворитель, это оружие геноцида, это то, что, ну настолько понятно и очевидно для разумных людей, конечно, и ничего, это легальный наркотик. Вот героин это нелегальный наркотик, а табак, который содержит в себе очень много наркотиков, и алкоголь, этиловый спирт, это и все, что с ним связано, легальный, узаконенный наркотик. Но от этого его наркотические свойства, ну никак не меняются. Так же, как и по здоровью. Вы знаете, сколько по витаминам, минералам, по количеству необходимым в организме изменились данные? Вот когда люди стали недополучать массовое йода, данные поправили в нижнюю сторону, а по витамину D3 тоже, а его надо сейчас по нынешним оценочным вот этим их суждениям, нормативам, так сказать, медиков, до верхней нормы, а не до нижней. До нижней это катастрофа, а уж ниже нижней это просто беда. И вот так по всем фронтам, по всем фронтам вот такая идет вещь, понимаете? И не только во всем мире, естественно, это просто наша страна ввиду глобализации верглась. Вот так же, как вот, понимаете, я вот еще один пример все-таки приведу, это очень важно. Вот раньше в советское время, по учению великого русского ученого-академика Ланга, уже сто лет, уже сто лет, врачи знают, знали раньше, что гипертония, вернее артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление, лечится седативными препаратами. Валерьянка, валокардин, корвалол и даже травы вот простые, которые просто не в магазине покупались, а просто травы определенные с седативным действием. А в 91-м или 2-м вышло постановление, когда мы вошли во всю эту мировую клаку, что теперь гипотензивными, и врачи стали переучивать. А это наркотик, по сути, это никогда человек не излечится от... убирается последствия, и то кратковременно. Никогда мы не уберем спазм мышц гладкой мускулатуры, который покрывает поверхность снаружи, опоясывает все артерии кровеносные. И когда они спазмируют, как им, так сказать, расслабиться? Так вот, благодаря как раз тому, что были раньше седативные, они расслабляют, сосуд расширяется, кровь опять идет, давление снижается. Очень просто все. И у академика Ланга было это четко по полке написано. Вы меня спросите, если где это? У меня есть видео о гипертонии, часть 2. Там все это подробно рассказывают, только видео полностью надо посмотреть. Это вам еще один пример к тому, что вы был... А некоторые люди есть так и пишут, меня они так умиляют. Если бы это было так, то, наверное, бы приняли что-то. Я вообще... Вы где живете? На какой планете вы живете? Вы еще не понимаете, что вообще происходит в мире? И вообще, что такое глобализация? Что такое человек для мирового правительства? Что такое вообще это мировое правительство? Что такое национальные, наднациональные так называемые элиты, хотя это отребья? И корпорации вот эти, так сказать, что для них есть человек? Что такое демократические ценности, в кавычках, которые давно уже маски сброшены, вы видите, что творится? Агония, угара европейского, американского. Вы это не видите, не понимаете, к чему мир идет? И вы что думаете, что все для нашего блага? Ну, тогда вы дебил. Просто по-другому сказать нельзя. Ну, мне кажется, давайте так продолжайте, я вас перебил. Да, и это все правильно, в любом случае, та доктрина, которую Шваб в своей книге обозначил, она реализуется у нас, конкретно реализуется в цифровой среде, которую внедряет Минобразование в учебный процесс. Мы вот эти последние три года во время этой пандемии, сколько было обращений, сколько было копий сломано, вообще отписываются. И это уже до директоров сошло, потому как вот был тут Просвиркин, у меня, кстати, дочь работала у него, и дочь моя младше училась, он директором. Он точно повторяет все швабовскую теорию, переплюнул даже, что к 2040-м будет один большой компьютер, и человека не будет. Представляете себе, что это уже опустилось на уровень учителей. И вот общаясь с учителями, они все загнаны за страхом, ну то есть настолько боятся всего. Ну, наверное, в каких-то элитных школах все-таки преподают что-то. Но, вот я вчера был на совете ВАИР, то есть было отчетно-выборное собрание, меня опять избрали в Московский городской совет, как изобретателя. И там говорили, что нет дискуссионной трибуны, где бы предлагались, обсуждались различные проблемы, которые бы решались. Потому что, в принципе, все решаемо. Нужно только политическое решение, руководство, которое не слышит пока, или может не досугому. Но проблемы-то не остаются, они катастрофически нарастают. Вот данные, количество базовых станций у нас в сотни раз выросло. Было в 2000-м около тысячи, сегодня около миллиона уже. Это только те, которые операторы используют. А военные еще, космические аппараты, которые также СВЧ, в точку нашу светят там 10-12 станций, это также СВЧ облучает нас. Роутеры, телефоны, вот этот весь конгломерат. И один из бывших чиновников, вот участник вчерашнего собрания, сказал, да, все, прячут. Ничего не, просто запрет на публикацию. Хотели детям дать в классах экологическую программу, чтобы они фиксировали изменения химического состава воздуха. И эту программу закрыли, не позволили, потому что это приведет тогда, извините, к катастрофе наш чиновников. Поэтому количество базовых станций, вот оно, растет просто геометрически. Количество телефонов уже более 150 миллионов, ну, наверное, у каждого по два есть, как смартфоны. Рост времени работы за компьютером, повторяю, особенно у школьников, был 15 минут в неделю. А теперь по тому же Швабовскому сценарию, а в 2019 году я был на слушаниях в высшей школе экономики, где был доклад сделан «Дети в цифровую эпоху». Точно так все там, циферки говорили, 4 часа в день, это им нормально. И это переходит в санитарные нормы 38-46, которые подписывает Попова. Вы представляете, что происходит-то? Происходит вот преступление, я больше никак не могу сказать. Потому как не следуется ничего. Даже по статистике официальной, то, что вот мы приводим, показываем. Все, идет катастрофа, просто катастрофа, которую вы, уважаемые друзья, должны видеть, знать и понимать, что детям нашим и нам уготовано печальное будущее. Но я думаю, что вот время сегодня меняется, уже много есть публикаций, мнений, высказываний, что надо переходить хотя бы к той форме и образования, и контроля за здоровьем, контроля за природой, за экологией, к советским нормативам. Вот проходят все мероприятия теперешние, связанные с операциями военными. И люди просыпаются, но тоже безобразие творится везде. Вот и на таможне, ну то есть чиновники пока нас не слышат и вообще ничего не делают, наверное, только отписками занимаются. А мы, как граждане, все-таки должны активную позицию занимать. Но спросите, вот я даже спрашивал у Кучмы, это главный эксперт и доктор наук, который отвечает за... В научном плане он, директор детей и подростков, изучает вот этот, ну, проблемы. И тот уже так же говорит, да, проблемы есть, все это есть, но нас не слышат. Это как? А как тогда получается? Разрыв интеллектуальный. Я уж не говорю о том, что разрыв между технократическим развитием, технократами и философией. Без философии вообще ничего не должно развиваться, потому что это тупик. Потому что мы не знаем, я вчера задавал вопрос, я говорю, а смыслы какие вы закладываете там в создании тех же бризов, которые раньше были, вот бюро рационализаторов и изобретателей. А какие смыслы, что мы, куда мы должны идти? Вот той идеей пока никто не озвучил. Ее озвучивают, и мы с вами озвучим, Юрий Андреевич, но потихоньку я думаю, что люди проснутся и начнут все-таки размышлять, а куда, зачем и почему мы живем? Как? Куда мы идем? Что наши дети получат в будущем? И если мы не будем обращать на это внимание, то печально все будет, извините. Вот это главный вопрос, то есть цель, смысл действительно человеческого существования, жизни, построения семьи, идеологии, государства, национальная идея, которая не сформулирована, и об этом даже ведущие журналисты по Первому каналу говорят совершенно верно, говорят, ну нету, ну куда? Если раньше была коммунистическая идеология, то сейчас ее нет никакой вообще. По сути, это что, так сказать, капиталистическая, что ли? Грабь награбленная и, так сказать, кто первый, тот и съел, так сказать. Деньги не пахнут. Это что ли идеология? Нет, конечно, это утопия. Это то, что и при... Это вся та идеология, которая античеловеческая, которая привела, если хотите, Станинская, ну кто религиозный человек. Это та идеология, которая привела к тому, что пластиковые континенты в океане плавают, и люди соль морскую едят уже с микрочастицами пластика, как вы хотели. Сейчас, кстати, только каменную соль, полученную, вот добытую из горных, вот осадочных вот этих пород, которые из штолен гор добывают. Только такую сейчас можно есть. Или, допустим, вот то, что уже антибиотики находят в растаявших последних ледниках, которые тают последних 30-40 лет, скажем, натаивания. Вот они растаивают, и там находят антибиотики, например, да, в горах Швейцарии, в источниках альпийских и так далее. Вот об этом у меня, кстати, видео обо всем было. Это что? Это что, так сказать, такой прогресс? Кому он рад? Кто рад об этом? А, ну рады идиоты, которые сейчас вот здесь и сейчас живут комфортно. Ну и эти идиоты когда-то получат онкологию, тогда они так будут горевать, тогда они так переосмыслят все свои глупости, которые сейчас они несут, потому что пока они молоды и хорохорятся, пока они глупые, но думают, что бога за бороду поймали и так далее. Ну они очнутся, только поздно будет. Ну а для разумных людей сейчас надо очнуться. Вы спросите, что делать? Ну давайте я про себя скажу. Вот я, например, коренной москвич. Мои предки основали Москву как город, потому что я из Рюриковичей, то есть князья Волконские. Это подеда по прямой линии. Но я, например, уехал из Москвы в начале 2000-х, в одно место, в другое. Вот сейчас это все уже обосновалось окончательно и давно в Псковской области. Это вот была электромагнитная причина одна, не единственная, конечно, нет. Но и это была в том числе причина. Потом, вот я строю, например, сейчас новый объект, для старых зрителей скажу. То есть, ну назовем так отель. Назовем пока так. Об этом я еще не говорю, потом расскажу. Так вот знаете, что я там делаю? Я там между стенами внешними, но только с внутренней стороны, и облицовочным, скажем, кирпичом мы прокладываем специально заказанную для этих целей 300-микронной толщины. Это очень прочная. Вот так можно палец провязать. Фольгу алюминиевую, которую склеиваем специальным алюминиевым скотчем, чтобы полностью экранировать дом от всех электромагнитных излучений, от всех возможных, так сказать, вот таких вот операций, манипуляций. То есть, все стены, включая мансарду, то есть, делается, по сути, такая клетка Фарадея, да? Только вот еще с большими интересными свойствами. Я об этом потом расскажу. Но вы скажете, это чрезмерно, или не все это могут. Конечно. Но все могут сделать то, что было сказано про нейтроники. Купить и наклеить. Уже будет защита. Кто-то захочет все-таки, я понимаю, что не все, и это не бегство, и не надо призывать к этому. Надо призывать к другому. Не уезжать, допустим, ну если вы не хотите, вот прям хотите жить в городе. Ну есть такие люди, не хотят за город. Душа не лежит. Ладно. Но тогда надо призывать и действовать. Так сказать, вот, кстати, об этом давайте мы поговорим. А как мы можем бороться? Ну скажут, мы букавки, мы козявки. Как эту власть проклятую побороть? Вот этот чиновичий беспредел имеется в виду. Этот бюрократист. И что мы можем сделать вот в городе? Как мы можем добиться уменьшения вышек, уменьшения их мощности, количественное, так сказать, уменьшение? Что мы можем вообще сделать? Вот, Владимир Николаевич, ответьте на этот вопрос. Можем ли мы что-то, вот простые люди, живя в городах, что они могут вообще сделать? Или только вот сложить руки, в панику вдаться и все? Да ничего подобного. Все возможно, не только возможно, но и нужно писать обращения. В принципе, у нас был такой сюжет с парнем, который убрал вышку. Их много таких примеров. В «Белой книге» у нас целый раздел посвящен тому, как убрать вышку. Законодательно. Потому что как минимум 50% незаконно ставят вышки. И там есть у нас путь прописанный, что нужно сделать, какие запросы нужно написать, получить ответы и пойти уже в суд. Но в досудебном порядке 100% уберут вышку, потому что нарушают все абсолютно, даже строительные нормы. Не просто по излучениям, они, конечно, от этого отписываются. Но убрать вышку реально, правда, на это нужно потратить год. Это вот реально. Но вы будете писать и вам будут отвечать. А там, по-моему, около 15 организаций, которые должны давать разрешение на установку данной вышки. Не один только Роспотребнадзор, но и многие организации. И поэтому все в ваших руках. А если говорить реально, то приобрести средства защиты, ну, хорошо. Если вы думаете, что мы вам навязываем вот наши устройства, ну, их достаточно много. Вы только сравните, почитайте. Вот я утверждаю, что наше самое эффективное и самое недорогое среди всех прочих. И поэтому, пожалуйста, выбор же за вами. Но вы, если думаете о детях, думаете о себе. Ну, в городах, конечно, уже очень тяжело жить. Я вчера был в Москве, вот ночью отходил от этой Москвы. Очень тяжело. Но ведь технологически и технически решаемые проблемы. Вышка одна сколько стоит? Она же там миллионы долларов стоит, чтобы ее поставить и обслуживать. А наши антенны и большие, и маленькие, индивидуальные и коллективные, если использовать. На 90% уберем даже при существующем положении вещей. А по сути, вот все-таки я стараюсь довести до сенаторов, до наших, вот круглый сенатор, который возглавляет нашу рабочую группу, что, а зачем вообще столько компаний, которые предоставляют нам схожие услуги, которые мешают друг другу? Вот в чем вопрос. Сделайте одну государственную компанию. Кстати, Владимир Николаевич, изумительно, вот это совершенно... Первое, я бы что сделал, это национализация этого дела, это возвращение доказанных нормативов и не выше их. Я бы вообще, честно говоря, с этого типа связи перешел бы... Помните, была... Мы про это, кстати, как-то говорили. Был вообще когда-то, вот с конца 90-х, альтернативный путь развития сотовой связи. Это сейчас я вспомню, может быть, вы вспомните, скажете тогда, фирма была еще, она, по-моему, уже давно заглохла. Там другой принцип был совершенно, мне физики в свое время объясняли. Вот это абсолютно безопасно было. То есть это не вот эта сотовая связь. Я вспомню, скажу. Так вот, дальше, что бы я сделал далее? Вот смотрите. Мегафон, Билайн, МТС, там Телеком, что-то Теледва. Ну, короче, там 4-5 основных в разных регионах. Вот была бы одна государственная, уже во сколько раз меньше вышек надо? В 5 раз. Ну, пусть некоторые используют... Потом. Нормативы уменьшения, это уже в разы снизили бы, это уже, значит, 5 умножить на вот это количество, на мощность излучения, мы бы получили уже раз в 100 падение воздействия негативного. А плюс к этому нужна политика по... Вот есть же гигиена бытовая, зубы чистить, прочее. Так должна быть электромагнитная гигиена. Обучать нужно детей, родителей. Теперь уже... Но раньше в 20-е годы неграмотная была большая часть населения нашей страны. И тогда были ликбезы и для взрослых, и даже для людей в преклонном возрасте, кто хотел. Сейчас тоже уже за эти 30 лет так мозги изнасиловали людям, такие выросли нигилисты, такие незнающие, так сказать, люди, нежелающие мыслить, что ликбез нужен новый по всем сферам, по сути, жизни. И здесь тоже в том числе. Разрешите, я как раз делал предложение, был вот, кстати говоря, на Синем Камне в Переславле с Олесским месяц назад. Встречался с преподавателями, с учителями. Я говорю, ребята, ну вот у нас есть методическое пособие. Оно и в электронном виде есть, и в печатном виде есть. Вот это учебное пособие, как нужно пользоваться телефонами, смартфонами и вообще, что это такое. Здесь кратко все описано. И предлагаю, пожалуйста, все друзья, просто в школу несите и отдавайте учителям, чтобы они детям доносили это. Но я подчеркиваю, что, уважаемые родители, если вы не думаете о том, что вот телефон это безвредно, вы наносите вред вашему ребенку и совершаете уголовное преступление. И два слова еще хочу сказать. Вот в статье, в которой я вот лично оценочное мнение, которую вы посмотрите и со всеми графиками, кто ответит за последствия? Ученые и перед Богом, и перед людьми, которые рекомендовали исполнительной власти внедрить завышенные нормы, раз. Санитарные врачи, которые следят и не следят за безопасностью, убрали социальный гигиенический мониторинг, два. Правительство РФ, которое утвердило программы цифровизации и проекты, связанные с образованием, которые не доказаны научно, и прогноз на ближайшие десятилетия, и вообще продолжение заболеваемости и смертности, что противоречит принятым решениям президента Российской Федерации, потому что проект цифровизации – это киллер проекта «Демография». Вот что такое. А это, прямо сказать, 110-я статья Уголовного кодекса, как наши юристы говорят, «доведение до самоубийства» сами себя уничтожает. Вот, пожалуйста, никакая война не нужна. Вот поэтому еще цифра 4. 4 – это виноватые, помимо трех пунктов, что вы перечислили, это еще вы, то есть мы сами. То есть те люди, родители, которые дают смартфоны прокля... Вот у меня, например, дети росли, в руках их телефонов, смартфонов не было, до совершеннолетия. Сейчас, например, старшая дочь у меня, к сожалению, ну, она живет, учится, так сказать, в Москве, с родителями моими, скажем так, живет. И вот я, например, эту антенну им поставил. Естественно, нейтроники, которые, голограммы нейтроники, на все там телевизоры, что в доме есть и прочая техника, стоят, на сотовые телефоны есть. Я заставляю их говорить только по громкой связи, по сотовой телефону, когда говорить, а не в ухо, в упор. Вы просто немыслимые творите, кто так делает. Приходилось когда-то и по рукам бить, и так далее, когда русской речи не понимают и разума. Но, понимаете, это, вот, это, конечно, вообще, я вам, вот, это как крик души тоже можно сказать, я скажу такую вещь. Да, сейчас до чиновников достучаться очень сложно. Вы сами понимаете, как поколениями, если можно так сказать, за последние 30 лет, 40 даже, какой там, 80-е тоже уже все продажное было. Так вот, как и что такое есть чиновники? О чем они думают? Ну, если в буржуазном обществе, а у нас сейчас буржуазное общество, мысли-то тоже буржуазные у всех членов, большинства членов общества, а значит, соответственно, личное главное, значит, личный доход, взятка, неважно каким путем, любой ценой же, обогащайтесь все, значит, можно все человеческое в себе перечеркнуть, о каких там нуждах здоровья людей. Но поскольку они сами дебилы, в основном, то и не думают они, и о том, что они же сами себя убивают и своих детей. И, к сожалению, вот такой парадокс, а это так. Так вот, как бы это было при Сталине? Был рабочий комитет. Вот рабочий бы человек обратился, обратился бы, сказал, а мне попалась статья профессора такого-то. Это что творят с нами? Это что такое заблучение? Через 2-3 дня разобрались бы, вывели, выяснили, значит, вердикт бы вынесли, расстреляли бы виновных, вот этих подонков, просто не цац, как врагов, а кто они, друзья народа, что ли? Они враги народа. Врагов, народ, надо расстреливать, чтобы одна тварь не могла уничтожить десятки тысяч, или даже, как сейчас, этим страшным оружием миллионы. Миллионы детей, правильно, раком болеют, всё более ранней возрасте, или заболеют в самое ближайшее время. Да такое немыслимое, даже детская лейкемия. Сотни, в тысячи раз увеличилось. Если 80-е на весь Ленинград, там 2-3 случая в год, то сейчас, ну вы посмотрите, просто для интереса, хотя многую статистику уж действительно переначивают или скрывают. Поэтому меры-то нужны вот такие. Рассусоливать-то можно что угодно, как военное время, или во время Великой Отечественной войны. Всё, что было нужно, да за день, за два, за три заводы переделывали на выпуск новой продукции. Ну, какая-то была правильная идея, так её завтра воплощали, а не через когда-нибудь там 10 лет. Это вредительство откровенное, что сейчас происходит. Я бы за это жёстко карал. Но, по крайней мере, считайте это видео как крик души наш раз. Второе, что мы хотим достучаться к разуму и так далее. Главная задача не продать нейтроники. Это всё, пожалуйста, там купите, не купите. Думать, по крайней мере, выход. Вот меня это волнует. Я каждый день с этим в той или иной степени в быту воюю, борюсь, но пытаюсь, так сказать, и так далее. Там с знакомыми, родственниками, там и так далее. Для меня наболевшее. Потому что я понимаю тему, а они не понимают. Ну, вернее, как, понимают вроде. Но не до конца понимаю так, чисто вот визуально. Никто глубину вот этой проблемы не понимает. Может, вы поймёте. Мне уж всё-таки легче будет хоть как-то. В общем, плюска эта задача наша была вот дать вам понять, что можно бороться, у кого силы, здоровье на это есть, и время, и всё-таки убрать сотовые вышки. Но вот для этого давайте так сделаем. Владимир Николаевич, а есть ли какой-то план? Вот что человеку делать? Первый, второй шаг, третий. Может, какая-то методичка. Как ему бороться, чтобы снять, например, замерить, вызвать какую-то комиссию? На самом деле, Роспотребнадзору должен реагировать, но они отписываются. Даже вызвать и бесплатно могут приехать померить. Но это ни о чём не говорит. Мы сколько раз вызывали наши соратники приезжать. Ноль у вас. Я говорю, а как же вы ноль измерили? У вас связи не должно быть. У вас, значит, прибор не работает. Я ещё раз хочу подчеркнуть, и это в экспертном вот этом заключении, в докладе было отмечено, что современные технологии связи, они ушли вперёд. Смартфон передаёт импульсно, и у нас измерителей таких нет. Поэтому импульсный сигнал, особенно 5G, его измерить практически невозможно. Но постоянный фон, он измерим. А его, вот представь себе, 5 операторов, там 10, может быть, антенн, роторов. Вот это всё, они же сферически идут волны от источника. И в данном случае в точке наблюдателя, вот где мы находимся, нужно что сделать вообще теоретически? Измерить, все выключить, один померить на этой волне, на которой он работает. Потом по очереди на максимальной мощности надо все измерять источники, потом их суммировать, и вы получите истинное положение вещей. Но этим никто не занимается. И это практически невозможно, потому что приходит эксперт из Роспотребнадзора, он говорит, а вы обеспечили максимальную мощность передатчика, которую вы измеряете. А у него измеритесь с погрешностью 30%, они все такие, даже профессиональные. И вы не пытаетесь измерить тестером, это всё фигня полная. Это абсурдно. Потому что вот этих потоков, их сотни, тысячи, теоретически можно даже посчитать, что с квадратом расстояния падает волна. Но это тепловой нагрев. А информационный вообще никто этим не занимается. Только американцы последние исследования, 18 лет только готовили, опубликовали, что вот эти подпороговые, то есть модуляции, то, что мы с вами говорим, вот эти кодирующие сигналы, которые загоняются в эфир, во всех смыслах, они воздействуют на 60% как раз вредно. Даже не тепловой нагрев, а информационный, который у нас межклеточный, клеточный обмен выбивает тут же. Об этом, кстати говоря, доклад вы можете посмотреть, также делала из Института Саровского профессор, и опубликовала, что вот на подпороговых уровнях, когда мощность практически к нулю, ну, тело не греется, потому что микроволновка, она греет, это мощность высокая. А когда на подпороговых уровнях вот эти импульсы переходят, ну, то есть они практически не греют тело, то есть санитарные нормы, они только описывают тепловое воздействие. А когда, говорит, включаешь модуляцию на этом, тут же вылетает организм, и это доказано во всех публикациях, которые вот у нас есть, тоже в белой книге и в докладе. Поэтому, уважаемые друзья, не все нам говорят, скрывают, но сегодня время такое, если мы не будем разум включать, извините нас, извините, печальное будущее ожидает. Вот в такие моменты, хотя это, конечно, мысль такая, ну, как бы это сказать, антицивилизационная, порой действительно думаешь, что коли по-другому быть ничего не может, то прав, или вернее не прав, а хорошо бы было так, как Стерлигов говорит, чтобы отрубили просто электричество, ну, так, чисто гипотетически, тогда это такой способ, когда действительно, это мигом бы все прекратилось. Вот порой иногда об этом думаешь, да, понятно, что у всех свои хотелки, желания, мы привыкли к лени, к обиходу, к автоматизации, ко всему, и это вот плюсы цивилизации в какой-то мере. А вот если мы сопоставим с минусами, а если мы на чашу весов положим вот эти все бытовые удобства цивилизационные и прочие, а на вторую, на другую чашу весов, а смысл ради чего и как жить, и как страшно годами порой умирать от рака и так далее, когда человек, так сказать, да и воздействие, почему сейчас труднее вылечить таких больных, чем раньше, потому что, потому что очень много воздействий, которые убивают любого, даже здорового, каждый день ведут к смерти его семимильными шагами, воздействию, столько факторов. Мы ведь разобрали один из них, это самый важный, самый страшный электромагнитный излучение, но ведь существуют и другие, а ведь когда к одному добавляются второй, третий, четвертый, это все накладывается, это все хуже и хуже, и тяжелее и тяжелее лечиться и быть здоровым человеком. Вот это вот абсолютно точно. Вообще, конечно, какая-то безысходность такая накрывает тогда об этом, потому что вот если мы не можем, вот обычный человек, ну что он будет? Ну да, он получит методичку, как действовать. Он будет пытаться, но видите, год как минимум, он будет тратить свои нервы, эти чиновники непробиваемы, что сделает даже коллектив дома, вон смотрим там и то, ну ладно, чему-то там люди добивают, сколько они ходят обманутые собственники даже годами, а что так сказать, вот пока там, грубо говоря, до президента не дойдет или политическая, так сказать, воля не будет, чтобы показать, что вот мы правительство или там президент решаем мигом, и то потом мигом не решается, это еще президент сказал, а там год потом будут решать, или, ну, по-разному. А тут что? Что сделают люди? Вот это вот ужасно. Да, понятно, что купят нейтроник, да, допустим, там вот эти на все телефоны, хорошо, антенну кто-то, у кого возможности больше поставит, уже хорошо, но это все равно недостаточно, говоря, глобально, правда ведь? То есть, вот нужно изменить принципиально, вот то, о чем мы говорили, так сказать, убрать мощности, перейти опять на проводную связь интернет, вот как, например, я для себя сделал, и любой человек может пока еще это сделать, хотя приборы новые и новые выпускают, там уже даже нет разъемов, так сказать, для проводной связи, все для этого делается специально. Вон эти, музыка на расстоянии, которая через проклятый смартфон, музыка там играет, передается это все, что называется, по воздуху сигналы, дистанционно, беспроводно, удобно, но я никогда в жизни этим пользоваться не буду, принципиально, понимаете, я бойкот этой мерзости все объявил, я вам предлагаю тоже объявить бойкот, а бесполезно все это. Кто-то, да, конечно, один из ста, кто посмотрит, может быть, это, конечно, меркнет в общем море, в океане, так сказать, но не знаю, вы, дорогие зрители, как-нибудь я не знаю тоже, ведь люди, граждане, у вас есть гражданская позиция, но помогите видео хотя бы это распространить, ну, может быть, вы отправите десяти знакомым, и один хотя бы из них очнется, уже будет большое дело, они в свою очередь отправят кому-то, хотя бы как-то так, я не знаю, и все-таки, Владимир Николаевич, еще раз, есть ли какая-то конкретная методичка, план действий, как действовать, вот вы говорите, этих вызывать бесполезно, Роспотребнадзор, куда еще писать? Простые, очень простые советы обычные, я даю уже вот 25 лет, это на ночь выключайте все электрические приборы, из спальни уносите все, пользуйтесь проводной связью, Юрий Андреевич об этом уже вот постоянно говорит, и правильно это, громкость, на громкой связи не подносите к ушам, не пользуйтесь вот этими наушниками, особенно в ухо, особенно радио, вы себе не представляете, что происходит у вас в мозгах, вы просто, ну извините, дураками станете через некоторое время, и это все идет, если уж рассматривать здоровье человека, его тонкие субстанции, все мы опять придем к Богу, извините, но никуда не деться, мы не ограничены только физическим планом, мы более широкая структура в мироздании, и с нас и спросится, и с вас спросится родителя, почему вы не были такими, вернее не предпринимали действия, сохраняя род свой, род самое главное, детей своих, в меру того, что вы не образованы, значит учиться надо, учиться, учиться еще раз учиться, и вот эти простые методы, ну которые вы меньше разговариваете по телефонам, ну нет нужды, в конце концов можно подойти вот через мессенджеры, там через скайп поговорить, если вы тем более установили какую-то защиту, это уже менее вредно, но больше надо трудиться, я вообще, вот проект Юрий Андреевич говорит, хозяйство, и из городов надо уезжать, это факт, потому что цивилизационное развитие, об этом еще Борис Константинович Радников говорил, что города будут разрушены в текущем, не знаю каком десятилетии, может быть там двадцатилетии, потому что мы это наблюдаем, все, ведь вот сейчас специальная военная операция идет, вот ко мне приехал наш соратник, оттуда говорит, ну вот у него перевернулся мир, как у Джона Рида, за пятьдесят дней войны, когда мины падали, вот осколок он привез, показал, который рядом, говорит, ну я вот с Богом был, только так выжил, но я, он такие уж жесткие меры предполагает, он действительно, что там творили нацики, самое главное, под теми знаменами, которые свет несут, они творят зло, не то что зло, а вообще непотребства различные, поэтому вот надо нам включить разум свой, все-таки переехать на землю, потому что труд от земли все идет, мы без земли, матушки, ничего сделать не сможем, и все надо, вот это движение, у нас сто пятьдесят тысяч пустых деревень в красивых местах находится, елки-палки Псковская губерния, вот где Юрий Андреевич, красивейшая Михайловская, вот эти пушкинские места, и до этих мест у нас по России, это пустая Россия осталась, вы посмотрите, стягивают все в города, а город, кроме паразитарной своей системы, ничего не производит, как Собянин радуется, 80% хлеба мы выпекаем в стране, в Москве, ну правильно прокормить 20 миллионов с областью, это надо как-то выпекать, а страна-то пустая, но сейчас идет, идет уже, вот все-таки люди просыпаются, начинают обрабатывать землю, вот даже в нашем, не черноземье, вот там у меня также, там на Волге есть, хозяйство небольшое, все потихонечку, но это снизу инициатива, о политике, идеологии, веры, которые произносятся, но она должна по первым каналам идти, о душе, о совести, о чести, о достоинстве, что тогда поднимет нашу страну, во душевит, и не будет ни чиновников, не будет паразитов, которые катаются на наших шеях, вот в чем дело. Ну, да, говоря, правда, о чиновниках, которые не будут, и вообще о бесклассовом обществе, это только вот как раз коммунистическое общество, выше его фазе развития, когда полустроение коммунистов. Да, это общинный строй, родовой общинный, только на другом уровне развития, вот, ну, нашей технологической. Дело в том, что первобытный общинный строй и есть коммунистический, это просто знак равенства, поэтому вот то, от чего мы вышли, но не в плане там, палок-опалок, конечно, начнут сейчас нам говорить, нет, совершенно, суть о своей в плане, а не орудий труда. На высшем уже стадии, на высшей стадии развития цивилизации научно-технической, если это научно-техническая, прогресс обращен на пользу, а не на вред народу, если он находится в руках самого народа, который сам себе не враг, но для этого у людей должны быть знания, которые отбирают и обманывают людей сейчас, поэтому они в невежестве находятся и думают то, что свято, многие верят в то, что если это разрешено официально, бумажки, сертификаты, я вообще в шоке, то это, значит, вредно быть не может. Я поражаюсь. Вот если бы у нас было коммунистическое общество, я говорю, такого бы не было. А на первых порах, когда идет борьба, естественно, новая, новым со старым, вражеским с человечным и так далее, разумеется, надо и жестко, и наказывать, и пресекать, иначе тут надо выбирать либо для блага народа, либо для вреда. Тот, кто для вреда всего народа действует, того надо уничтожать. А как иначе? А как иначе? Иначе победит зло. Иначе и будет вот этот ужас, который мы есть, понимают многие, отчасти только, а вот в комплексе мало кто, что происходит. Вот поэтому наше видео, видите, вышло за рамки, некое, так сказать, вот просто пояснение, сейчас, секундочку, пояснение, вот отдельно взятый, хотя очень важная тема, гораздо шире вышло. Но мы будем уже завершать, потому что все сказано до, лишь скажу, что вот все ссылки будут даны под видео, вы просто не поленитесь. Не поленитесь. Это важнее, чем то, что вы сейчас захотите сделать. Даже важнее, чем сейчас бухгалтерский отчет, вам надо завтра сдавать, все это херня. Вот то, что сейчас мы говорим, гораздо важнее. А уж тем более, не надо про глупости говорить там, что-то вы там посмотреть хотели, или уроки сделать, или еще это все ерунда, по сравнению вот с этим, что мы сейчас говорим. Жаль, что это просто не все поймут. Да-да. Я бы вот последнее заключительное замечание сделал, что не надо уничтожать. В поле всех трудиться в руднике, исправлять свою душу. Личным трудом восстанавливать разрушенное. Вот что надо делать. Ну, это согласен. Нет, ну, явных, рьяных врагов, которые просто всю жизнь посветили, руки потирают от злобы, от ненависти, таких, конечно, надо. А глупых дураков, заблуждающихся по идиотизму и так далее, кто еще способен к исправлению, разумеется, да, потому что на благо страны по работе долг родине отдать, плюс к тому действительно шанс перевоспитаться и так далее, это я согласен. Владимир Николаевич, ну что, давайте тогда завершать. И так уже больше часа. Люди не любят сейчас смотреть долго. Да. Вот. И если будут вопросы конструктивные, какие-то предложения, тогда мы эти письма почитаем под видео, а вы пишите, дорогие друзья, под эти видео. Оставляйте свои комментарии, предложения. Да, и, кстати, предупрежу, вот честно, если будет какое-то хамство, наглость, глумление и тому подобное, просто будут баниться эти комментаторы. Не надо писать. Вы удаляете правду. Мы удаляем не правду, а чушь идиотическую и хамство. Вот всего лишь. Я предупреждаю честно, заранее. Вот. Поэтому всякую ахинею, я не буду на это жизнь, время тратить, читать всякую чушь. А вот конструктивные, порядочные, нормальные какие-то советы, предложения, комментарии, само собой. И будем обсуждать. И даже отдельное видео, наверное, сделаем на эту тему, когда наберутся достаточное количество важных писем и каких-то фактов, там, констатаций. Ответим на вопрос. Ответим на вопрос. Вот. Ну и предложение в силе, то, что было в начале, так что оно всегда в силе, сколько бы лет не прошло. Вот. А может у вас возникнут какие-то рационализаторские предложения по поводу того, как, так сказать, чиновников с мертвой точки сдвинуть, ну, такие, реальные, так сказать, не радикальные, а вот как мы можем хоть как-то в законодательном поле действовать. Если нет, ну, напишите, что это невозможно. Но если есть среди вас какие-то юристы, вдруг так тоже, и вы поняли, в чем суть того, что мы говорим, то тогда и с практикой вы знакомы не понаслышке. Ну, подумайте, может, у вас возникнет то, что мы вот не можем предложить. Мы тогда с радостью вместе будем с вами вести борьбу вот в этом направлении, да? Ну что ж, Владик, я вам благодарю за встречу и тогда до новых встреч. Всего хорошего. Благодарю всех. Благодарю, Юрий Андреевич. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.